Здравствуйте дорогие зрители и подписчики! В сегодняшнем видео я хочу вам поделиться своим фирменным таким рецептом закатывания березового сока на зиму. Вот такие вот баночки. Этот у нас уже результат получился. А как это сделать, чтобы у вас получилась такая вкусняшка? Очень полезная, так как вы знаете, что сок березовый очень полезный. Я вам сейчас расскажу. Но перед этим хочу сказать, что сок нужно... Ну вы знаете, когда начинается сокодвижение, это весной его собирают. Главное, чтобы вы его собирали вдали от дорог, чтобы он был как бы экологически чистый. Тогда польза от этого сока зимой, когда вы откроете, будет просто ошеломляюще. Итак, прихожу к рецепту. Мы доводим березовый сок наш до кипения. И потом сразу, как только он закипел, мы его выливаем в наши уже стерилизованные баночки. Кстати, как стерилизовать баночки, у меня есть отдельное видео, поэтому не буду на этом задерживаться. Вообще у меня много полезных видео, поэтому я призываю подписываться на мой канал, комментировать, ставить лайки, чтобы как бы продвигался он. И еще лучше становитесь его спонсором, и вы получите множество полезных бонусов. Тоже об этом у меня есть видео, ссылочки все скину. Ну, а пока продолжаем. Хорошо мытый апельсин. Я обдала его предварительно кипятком. Будем резать на колечки. В баночку я вообще кладу, ну, где-то три колечка апельсина. Кстати, можно и не обязательно апельсина. Кто-то добавляет лимон. Кто-то даже сухофрукты. Но вот этот рецепт у меня именно с апельсином, поэтому как бы на этом и остановимся. Кстати, что, сколько каких ингредиентов брать, это тоже я под видео напишу. Итак, я кладу три колечка в нашу баночку, чистую, постерилизованную. Вот наша баночка. Сейчас мы туда положим. Этот апельсин придаст такой замечательный и запах, и цвет, и вообще, и вкус будет у сока. Ну, можно сказать, вот, ну, не знаю, как лимонад будете пить, когда откроете. И сейчас наш закипевший сок мы будем аккуратненько наливать в нашу баночку. И потом тут же будем накрывать, закрывать крышечкой. Вот, кстати, крышечки я тоже пять минуточек кипячу. Ну, это как бы и нужно, чтобы закрыть нашу баночку, потому что это вот такая крышка специальная, все вы знаете. И потом буду закрывать ей, прям сразу, когда вытащу, чтобы она не сжалась, наш сок. Кстати, вот сок наш тоже уже закипает. И засыпаем сахаром. Тоже напишу сколько. Прямо на дно. Есть рецепт, который, ну, варится с сахаром и уже, ну, как в самой кастрюльке закипает. Ну, я не знаю, я почему-то делаю вот так. И тоже получается так же. И теперь добавляю лимонную кислоту туда. Так, лимонной кислоты тоже пол чайной ложечки добавлю. И сейчас осторожно будем половничком наливать наш закипевший сок. Вот у нас тут все запотело. Аккуратненько наливаем баночку до краев. И тогда потом сразу закрываем нашей крышкой подгорячее. Мы уже закрыли наши подгорячие крышечки. И сейчас мы уберем. Когда остынет, можно убирать в подвальчик. И будет так же граница, как под железными крышками. Кстати, я еще делаю и под железными крышками. Тоже так все получается. Вот это тоже, как я вам говорила. Это подгорячую крышечку тоже я закрываю. И вот такая вкусняшка получится. У нас, правда, еще пока не, как сказать, не приобрела такой красивый желтый. Ну, не желтый, такой желтоватый цвет. Но все впереди. Так что советую вам сготовить такой вкусный на зиму. Очень полезный витаминный напиток. Это березовый сок. А пока подписывайтесь на мой канал. Комментируйте, ставьте лайки и до встречи. Пока-пока.